Рязанский торговый городок приобрел это название одновременно со своей переквалификацией. То есть после того, как из объекта пропаганды советского образа жизни и места, предназначенного для повышения самооценки рязанцев-земледельцев и животноводов, превратился в место исключительно купли-продажи. Самый обыкновенный торговый комплекс сменил то, что изначально создавалось как ни больше, ни меньше мини-ВДНХ. Здесь на когда-то далекое окраине города, на краю лугов, луговой поймы. Кстати, это и минус, потому что заливается очень часто. Но идея была такая. Здесь на пустыре создать действительно мини-ВДНХ. Выставка называлась промышленная, сельскохозяйственная, строительная. То есть здесь в каждом павильоне были представлены и достижения, и перспективы развития нашего края. Это очень важно было. Важный шаг. Действительно все было возведено одним мощным рывком за два месяца. На фасаде главного павильона тут сейчас красуются облезлые буквы мебель. В свое время размещалась мраморная доска, где была надпись «Рязань». А на одном из проспектов торгового городка Билфонтан. Люди, приходящие сюда, могли погулять и посмотреть, что же такого мы достигли и чего ждать еще. Понимаете? То есть люди жили с перспективой вперед, на будущее. Вот такая перспектива сейчас может вернуться сюда, если придет человек, который поймет задумку Алексея Николаевича, по сути, попробует его поддержать уже в 21 веке. Тогда был бы такой подарок городу Рязани, что лучше не скажешь, наверное. В настоящее время состояние торгового городка плачевное, но явно необходимая реставрация или даже реконструкция связана, как нам пояснили в пресс-службе администрации города, с определенными трудностями. Земельный участок, на котором в настоящее время располагается торговый городок, имеет ограничения, связанные с особенностями застройки и регламентируемые правилами землепользования и застройки. Территория относится к заповедной зоне древнего ядра и исторической части Рязани, зоне объектов археологического наследия, зоне подтопления, зоне обслуживающих и деловых объектов, а также частично в санитарно-защитной зоне промышленно-коммунальных предприятий, санитарно-технических и инженерных сооружений. Высота строящихся объектов на указанной территории не должна превышать 15 метров до конька кровли в соответствии с действующим проектом зоны охраны памятников истории и культуры города Рязани. Как скоро найдется инвестор, неясно. А пока задуманный как выставка, прославляющий труд и процветание, торговый городок остается в совсем непроцветающем состоянии.